Это одна из крупнейших дорожных строек при Камье на сегодняшний день. Обход часового строители и местные жители называют не иначе, как дорогой жизни. И на сегодняшний день это масштабное строительство, близится к завершению. Вот этапы работ, которые здесь запечатлены, это не просто строительство дороги из точки А в точку Б. Здесь еще было возведено два моста и путепровод над железной дорогой. О том, что уже сделано и что осталось, строители и представители регионального Минтранса рассказали главе региона Дмитрию Махонину, который посетил стройку во время своей рабочей поездки. Степень готовности объекта сейчас более 90%. Это означает, что мы рассчитываем осенью, что этот объект будет открыт для движения. Мы также предусмотрели возможность освещения мостовых переходов, их там три, что сделает безопасным движение. Протяженность обхода почти 7 километров и освещение, по мнению специалистов, элемент немаловажный. И по словам главы региона, все крупные дорожные стройки должны предусмотреть этот момент. Говоря же в целом об обходе, строители перечислили оставшиеся этапы и рассказали про сложности при строительстве. Сейчас происходит асфальтирование зеленого полотна, идет отделка, барьерка устанавливается, озеленение идет. Самая сложная здесь, что здесь в том году произошла подвижка грунта и происходит корректировка проекта и одновременно работа по исправлению зеленого полотна. Говоря об актуальности объекта, дорога важна и для жителей Чусового, и для транзитного транспорта. Она направляет автомобильный поток мимо муниципального центра, а учитывая, что поток отнимал, плюсы очевидны. Все транзитные грузы с Востока, со Свердловской области, они идут сейчас через Чусовой. И там ненормативные уклоны, плюс переезд в железнодорожных двух уровнях, плюс экологическая нагрузка, которая от проезжающего транспорта на сегодняшний день есть. Поэтому жители Чусового, но и жители Пермского края ждут этот объект, конечно, очень сильно. Так что уже осенью водители смогут оценить новый обход в полной мере. Стоимость этого объекта составляет более 2,5 миллиардов рублей. Из них почти 839 миллионов были направлены из федерального бюджета. Максим Пекер, Матвей Вершинин, Вести Пермь. Субтитры создавал DimaTorzok